Моральная физическая подготовка позади. Заместитель директора 34-й школы Марина Семашко в двух шагах от прививки. Сперва – осмотр врача. Такая предусмотрительность уменьшает вероятность нежелательных последствий. И вот кульминация. Педагог получает первую дозу российской вакцины «Спутник Ви». Быстро и не больно. Второй компонент будет введен через 21 день. Уготовила себя тем, что прививка – это очень важно. В любом случае, каждый человек привит, значит, он безопасен и для других, и сам же для себя чувствует уверенно и в безопасности. Сделать укол от коронавируса пожелали в общей сложности 24 педагога 34-й школы. Здесь и опытные молодые учителя. Кому, как не им, еще работа с детьми. Привиться решили и эпидемиологи. Самопрофессия велит. Компания небольшая, всего 5 человек. Но это только начало. Если говорить о цифрах в масштабе города, то они более впечатляющие. На 20 апреля уже вакцинировались 4168 человек. Второй компонент ввели 1149 пациентам. На текущей неделе организациями здравоохранения планируется получение 1900 доз вакцины от коронавирусной инфекции. В соответствии с сетевым графиком иммунизации до 1 октября будет проводиться вакцина профилактика населения. И не лишним будет напомнить о том, что рекомендации врачей о соблюдении масочного режима и о социального дистанцирования очень важны. Особенно сейчас, когда наступают теплые дни. На фоне третьей волны пандемии коронавируса медики напоминают. Лучше болезнь предупредить, чем лечить. Поэтому вакцинация – единственное действенное оружие в борьбе с инфекцией. Чтобы принять участие в антиковидной кампании, нужно прийти в поликлинику по месту жительства и записаться на прививку. Жители нашего города, которые еще не приняли решение, вакцинироваться или нет, может быть, просто не нашли времени для того, чтобы обратиться в поликлинику, я приглашаю для проведения вакцинации. Поверьте, тем самым вы сохраните свое здоровье и своих близких. Напомним, чтобы выработать коллективный иммунитет, необходимо привить 60% населения Беларуси. Вакцинация разрешается лишь совершеннолетним. Поэтому от количества взрослых, которые сделают свой выбор осознанно, зависит здоровье как членов семьи, так и национальная безопасность. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.